Сибирь Телевикторина Легкие деньги Играйте и выигрывайте реальные деньги Каждый понедельник сразу после Нотабены в 19.30 на ТВ7 Зима не отпускает. Предстоящие выходные, говорят синоптики, будут морозными. Никакого плюса. Потепление наметилось только в газовом вопросе. В правительстве Хакасии думают над субсидиями. Здравствуйте, меня зовут Людмила Сергеева. Далее в выпуске. Город должен самостоятельно компенсировать эту разницу. Механизмов законных субсидировать из республиканского бюджета нет. Республика не поможет троллейбусам. Билеты стоят мало, затрат много. Изменится ли стоимость проезда? Расскажем. Для того, чтобы была точная диагностика, его помещают в специальный контейнер, который называют клеткой ФРАДФ. Таким будет кабинет с аппаратом МРТ. Радиология в Абакане достраивается. Некрепко, неаккуратно сделанная кукла разваливается. Это очень дурная примета. Свою куклу-масленицу сделал Артем Паснов и узнал, почему сжигать такую надо только через год. Самое главное его вовремя обнаружить. Мы говорим про свалки, которые незаконно лежат. Не только свалки, порой возникают пожары, даже где не ожидаешь. Спасатели, районные и городские власти расскажут, что они делают, чтобы мы все не пострадали от весенних пожаров или потопов. Сразу после Нота Бене смотрите итоги. После весенней оттепели 30-градусные ночные морозы и снегопады. В середине марта в Хакасию вернется зима. С запада надвигается циклон. Холодать начнет с конца недели. Так в Абакане столбик термометра опустится ночью до минус 20 градусов. В днем тоже непривычно прохладно. Ждут синоптики сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и так до конца следующей недели. Плюсовая температура вернется в регион в начале 20-х чисел марта. Подробнее о погоде на выходные расскажем в конце выпуска. Республика не должна компенсировать Абакану убытки за троллейбусы. Суд отклонил иск городского депо. Скандал назрел еще в прошлом году. Абаканская мэрия хочет, чтобы серый дом помогал городу, возмещал разницу между ценой за пассажирский билет и его реальной стоимостью, так называемым экономически обоснованным тарифом. Город должен самостоятельно компенсировать эту разницу. Уверен тарифный госкомитет. Разница, к слову, ощутимая. 18 рублей, которые пассажиры платят за проезд, против 36. Именно эту сумму депо затрачивает на услугу на самом деле. Госкомитет по тарифам уверяет, разницу троллейбусному управлению всегда компенсировал городской бюджет. Так и должно быть. А серому дому это не под силу. Механизмов законных субсидировать из республиканского бюджета нет. Это не межтарифная разница, которая в ЖКХ. И ее с этим не надо смешивать в одно. Это ошибка. Если мы в ЖКХ компенсируем, то здесь мы этого сделать не можем при всем желании. Но, к сожалению, этого мы донести не смогли до администрации. Выхода со слов чиновника два. Либо увеличить ценник за проезд, либо свернуть электротранспорт. Абаканские власти пояснили, судебные тяжбы на карманах горожан не скажутся. Оспаривать вердикт, туда или нет, мэрия решит, когда увидит, чем он руководствовался. Эту информацию суд пока не опубликовал. Администрация считает, компенсировать разницу должен тот, кто устанавливает тариф. А это правительство. А вот проблемы с бытовым газом в регионе могут решиться. Правительство Хакасии готово компенсировать поставщикам убытки. В конце прошлого года компания, которая заправляла газовые баллоны, перестала отвечать на звонки. Из-за этого частный сектор остался без газа. Другие фирмы заниматься доставкой баллонов на дом не желали. Невыгодно. Чтобы изменить ситуацию, Серый дом готов дать субсидии. Действующего тарифа на газ коммерсантам не хватает. Говорят, он не покрывает затрат на транспортировку. Сейчас поставщиков топлива в Хакасии-2. Это бытсервис, обслуживает Черногорскуюсть Абакан. И Красноярск райгаз работает жителями Абакана и Алтайского района. Субсидии, как рассчитывают власти, подтолкнут фирмы взяться и за доставку топлива в частный сектор. Сейчас люди возят баллоны до заправок. Если у молодых с этим сложности нет, то бабушки на себе тару с газом не потащат. Интересно, что ранее Серый дом от проблем открестился и перебросил вину на муниципалов. Якобы контролировать все должны они. Решится ли газовая проблема в регионе, станет известно на апрельской сессии. Субсидии газовикам должен одобрить Верховный совет. Новость, которая облетела даже федеральные СМИ. Главу Хакасии вызывают на допрос по делу о мошенничестве, как свидетеля. Речь о группировке, которая обманула магазины, на 1,6 миллиона рублей. Участники группы покупали дорогие смартфоны, портили, требовали возврата денег, а через суды добивались компенсации морального вреда. Пресс-служба главы информацию о допросе губернатора опровергла, а следователи пояснили, не могут разглашать список свидетелей и участников дела. Оно только началось, и кого вызовут и привлекут, пока не ясно. ГТРК Хакасия сообщила, к делу может быть причастен член КПРФ Евгений Антоненко. Он юрист правительственного учреждения, оскандалившегося на взятке леса Хакасии. Известно, что на судебных заседаниях вместе с Евгением Антоненко присутствовал в качестве представителя истца и глава Хакасии Валентин Коновалов. Трех подозреваемых суд сегодня отправил в СИЗО, одного под домашний арест, остальные под подпиской о невыезде. Далее о еще одном деле, связанном со штрафстоянками. Генеральный спонсор выпуска новостей – юридическая служба «Единый центр защиты». Он уже идет с лицевой отделкой, покрыт покрытием акриловым, которое моется, которое не царапается. Стены толщиной в полтора метра. Строители доделывают радиологию в Абакане. 650 участников, 6 трасс и более трех тысяч мест на трибунах. А еще – видеотабло и фан-зона. Красноярска готовится к первенству мира по фристайлу и сноуборду. Как стать зрителем – расскажем. Будет ли в этом году потоп или угроза массовых пожаров реальнее? Об этом расскажут итоги сразу после «Нотабены». На чем спят жители Республики Хакасия? Конечно, на матрасах, кроватях, подушках «Хилдинг Андерс». Только сейчас скидки до 60%. «Хилдинг Андерс» работает для вас в прежнем режиме. В Абакане на Торосова, 15. Садово-ландшафтный центр «Усадьба» – это огромный ассортимент семян, саженцев, грунтов, удобрений, садовой техники и инструмента, а также много других товаров для получения отменного урожая. Абакан. Аскизская 150ф. Экспортеры. Гордость и надежда российской экономики. Приглашаем действующих и потенциальных экспортеров Хакасии, представителей малого и среднего бизнеса, для участия в региональной премии «Экспортер года». Подробности и прием заявок на сайте мойбизнес19.рф Продается административное здание в Абакане. Объект расположен вблизи развитой инфраструктуры железнодорожного транспорта. Возможна организация погрузоразгрузочных работ. Звоните. 8-960-752-72-25. Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Два жителя Хакасии привезли ковид из Танзании и Красноярского края. Всего новых случаев заражения в регионе за сутки – 17. Подтверждено также два летальных случая. С коронавирусом не справились пенсионерки в возрасте 81 года и 95 лет. Выписали из больниц врачи 25 пациентов. Коэффициент распространения инфекции в регионе снижается. 250 помещений, 4000 квадратных метров и три этажа для персонала и оборудования. Все это – новый радиологический корпус республиканского онкодиспансера. Строится он почти два года. И вот до финиша осталось совсем чуть-чуть. И тогда больным с онкологией за лучевой терапией не придется выезжать из Хакасии. Артем Михалков побывал на стройке объекта и узнал, когда радиология примет первых пациентов. Пока вместо медицинской техники в новом радиологическом корпусе онкодиспансера шумит строительное. Специалисты принялись за отделку стен. Закрывают пенобетонные кирпичи унипроком. Специальные панели, как гипсокартон, только лучше. Напоминает керамогранит. Он уже идет с лицевой отделкой, покрыт покрытием акриловым, которое моется, которое не царапается устойчиво к воздействию. Ты еще, грубо говоря, прилепил и все, и потом только помоет. Да, да, да. Павел Норд, представитель подрядчика, знает все о новом для Хакасии объекте. Строитель говорит, за 20 лет в отрасли много чего построил. Везде свои тонкости. Вот и здесь без них не обошлось. Например, в помещении для аппарата МРТ. Специфичен тем, что для того, чтобы магнитные поля, которые выделяет аппарат, и для того, чтобы была точная диагностика, его помещают в специальный контейнер, который называют клеткой Фарадея, то здесь будет, условно говоря, помещение в помещении. А еще для безопасности и точности работы стены идут толщиной в полтора метра. Кстати, о стенах. Для того, чтобы завести сюда большой аппарат МРТ, строители оставили такой монтажный проем. То есть, когда техника придет, здесь делают специальный трап, закатят оборудование, ну а это самое окно уже заделают, и здесь будет цельная стена. Это все первый этаж. На втором тоже подобное оборудование, но меньших размеров. А вот комнаты для персонала с душевыми расположены на цокольном этаже. Здесь же технические узлы. К примеру, система подачи чистого воздуха. С улицы забирается свежий воздух, проходит очистку фильтрами, и потом через трубопроводы подается во все рабочие зоны. То есть уже по зданию, да? Да, по всему зданию распределяется, по всем системам. Параллельно с внутренней отделкой идет прокладка электрических сетей. Всего в трехэтажном здании 250 различных комнат. Строительство радиологического корпуса началось еще в августе позапрошлого года. Свои коррективы в сроки внесла пандемия. Были сбои, но мы сейчас наверстали, и даже идем с небольшим опережением. И к лету строители планируют выйти из здания и заняться благоустройством территории. А в корпус заедут специалисты по монтажу и настройке медицинского оборудования. Это современные аппараты, которые позволяют проводить стереотоксическую терапию для облучения опухолей, как внутриполосного, так и наружного размещения. И сегодня это оборудование полностью отыграно, и оно поступило к нам в субъект. Для республики объект жизненно важный. Каждый год медики выявляют до 2000 онкологий у жителей. А за современным лечением людям приходится ездить в Красноярск, а то и дальше. Теперь будет свой центр, где лучевая терапия позволит бороться с опасными болезнями на любой стадии. Пропускная способность 400 человек за сутки. Хакасия строит радиологический корпус за федеральные 316 миллионов рублей по нацпроекту. Полностью запустить его планируют в ноябре этого года. Артем Михалков, Василий Самоделкин, Нота БНР. Четыре выигранных дела, еще два на рассмотрении. Речь о судебных тяжбах между хакасскими антимонопольщиками и Минтрансом республики. Уфа стрибует разрыва контракта с предпринимателем, который стал монополистом по штрафстоянкам. Два года назад некий коммерсант Старцев победил на конкурсе, и теперь арестованные автомобили с Хакасией увозят на его стоянках. Как сообщает Уфа, Старцев в заявке указал, что у него точки есть не только в Абакане, но и в Баграде, у Стабакане и Черногорске. Но по факту работает только одна – в столице Хакасии. Остальные только на бумаге. Для хозяев машин это дорого. Между тем предприниматели, у которых есть действующий бизнес рядом, остались не у дел. Антимонопольщики добиваются, чтобы Минтранс разорвал контракт с одним коммерсантом и дал работать другим. В арбитражном суде Уфас уже выиграл четыре дела, но министерство обжалует решение. За нарушение закона о конкуренции есть штрафы. На чиновника 20 тысяч рублей, на коммерсанта 15 тысяч – это для начала. Если подтвердится факт сговора, то антимонопольщики передадут дело в полицию. Красноярска готовится к первенству мира по фристайлу и сноуборду. Соревнования пройдут с 18 по 27 марта. Если хочется спортивного адреналина, то стать зрителем еще можно. Наши коллеги из телекомпании «Прима» расскажут, чего ждать. 650 участников, 6 трасс и более трех тысяч мест на трибунах. А еще видео-табло и фан-зона, и все это заработает уже в первый день международных соревнований, 18 марта. На кластере «Сопка» последние приготовления. Техника равняет снежные борты, инспекция проверяет конструкции. Сейчас часть трасс готовы на 95%. Кое-где осталось поставить сети и спортивные маты на рубежах безопасности. Трассы освещены, есть снежные пушки. Со снегом в этом году были проблемы, говорят организаторы. Уровень соревнований выше. Примерно он по градации «ФИС» как в Кубке мира проходит. Соответственно, больше снега. И вот если можете увидеть, мы даже делали стартовую конструкцию специальную, лагерную, чтобы поднять старт. Красноярск ждет больше тысячи представителей спортивных делегаций. Впервые в истории все старты первенства мира по фристайлу и сноуборду пройдут одновременно на одном объекте. Площадка проверенная. В 2019-м кластер «Сопка» принял старты Всероссийской зимней универсиады. В 2020 году на красноярских склонах успешно прошли финалы Кубка мира по фристайлу. Зрителей ждут напряженные состязания. Согреться и перекусить можно будет в специальных павильонах. Попасть на трибуны с 18 по 27 марта еще можно. Билет от 150 рублей. Помещение детской стоматологии в Абакане займет психиатрия. Раньше медики ютились в небольшом здании по Чкалово, 24. Теперь переедут на Чертыгашево. Что касается зубных кабинетов, то они откроются в бывшем роддоме и примут первых посетителей уже в понедельник, 15 марта. Далее новости коротко. МЧС не рекомендует ловить рыбу на малых озерах Ширинского и Бейского района, а также на Калининском и Ташибинском карьере. Там толщина льда меньше 100 сантиметров. Это опасно, говорят спасатели. Подельные купюры нашли сотрудники банка в Абакане. Две пятитысячные банкноты 1997 года обнаружены в одном из торговых центров. Поделки полиция изъяла и завела уголовное дело. Жители Хакасии спят меньше всех в Сибири. Исследование проводил Иркутск Стат. В среднем в регионе люди спят 8 часов. В лидерах по отдыху жители Тувы. Крепкий сон у них длится минимум на час больше. В Красноярске полиция поймала преступную группу воров. Они ограбили банкоматы в магазинах города на общую сумму миллион рублей. Подозреваемых ждет суд. Им грозит до 10 лет тюрьмы. В американском городе Индюк разнес стоматологию, пишет Fox News. Птица гуляла по улице и увидела в окно больницы свое отражение. Индюк взбесился, пробил стекло, расцарапал стены и кресла. Специалисты агрессора осмотрели и отпустили. Конец Масленицы. Отметим на этих выходных. Карабкаться по бревну. За валенком сжигать чучело под хоровод не будем. Большого праздника в этом году нет. Но это не остановило Артема Паснова. Он отправился к местной мастерице и сам сделал символ весны. Расскажет, каково парню шить куклу. Начинаем делать масленицу, да? Начинаем делать мы ее с головы. Символ праздника мы делаем с Ниной Петровой. Она руководит клубом лоскутного шитья и за 16 лет сделала тысячи разных кукол. Для нашей набор простой. Ткань, нитки, ножницы и бамбуковые палочки. Основа нашего чучела. Нина Ивановна подготовила материалов на две куклы. Сначала берем ватку и руками формируем голову. Потом обвязываем все тканью. Насаживаем на палку и вяжем узлы. Некрепко, неаккуратно сделанная кукла разваливается. Это очень дурная примета. Дурная примета? Да. Если чучела развалилась, то и год ожидается ужасным. Поэтому узлы на моей кукле в основном завязывала Нина Ивановна. А я формировал лицо. Сделал женственно. Видите, какая она у вас молоденькая получилась. О, замечательная. Она, наверное, была бы красивой. Да, наверное. Работа над куклой для меня необычная. Раньше никогда не шил. Мы сейчас будем делать грудь. Мы будем делать грудь. Да, да. Замечательно. Для пышных форм нам вновь нужна вата. И два лоскутка ткани. Главное – не переборщить. Ориентируйтесь по голове, чтобы было соразмерно. Ну, да, вот хватит. Ей хватит, да? Достаточно. Далее делаем юбку. Масленица почти готова. Стройность фигуре придаем фартукам. К слову, по нему можно было определить, откуда крестьянка родом. Мастерица сказала – моя кукла из Белоруссии. Я сейчас навязываю платок. Да, и все, она готова. Мастерица говорит – раньше крестьянки надевали до семи косынок. Поэтому и чучелу можно сделать столько же. Мы обошлись одной. Куклы готовы. По поверьям, куклу нужно сжечь только в следующем году, чтобы окончательно распрощаться с невзгодами и встретить долгожданную весну. Артем Паснов, Евгений Сульбереков, Нотабена. Масленица – это не только блины и сжигание чучела, а еще и повод пригласить гостей, навести красоту и уют в доме. Дельные вещи подскажут, где присмотреть все для этого. Провожаем зиму всей семьей за обедом, печем блины и готовим вкусное горячее. Чтобы готовка была быстрой и комфортной, обновляем посуду на кухне. Хозяйкам полюбились сковороды и кастрюли марки «Корона». Например, литую толстостенную сковороду с антипригарным покрытием можно присмотреть за 699 рублей. А кастрюли – от 549. Стол украсят оригинальные бокалы и фужеры с цветной ножкой. Приобрести их можно от 59 рублей. Воду подаем очищенную. Фильтры удобно покупать сразу со сменным модулем. Красивую скатерть легко отутюжить без единой складки на удобной гладильной доске. Ее можно присмотреть от 429 рублей. Всегда практичное приобретение – износостойкая подушка с наполнителем «Пухперо». Такие тоже по приятным ценам. Все необходимое для «Масленичной недели» и не только ищите в магазине «Надомаркет». До 14 марта минус 20% на сковороды. Советская, 44. Вход в природный парк Ергаки может стать для туристов платным. Брать деньги предписывают изменения в законе об особо охраняемых природных территориях. Сколько будет стоить билет, пока не уточняется, но по опросам люди готовы платить до 100 рублей. Бесплатно ходить в горы смогут дети, инвалиды, пенсионеры и другие льготники. Генеральный спонсор прогноза погоды – магазин «Копейка Рубль Бережет». Хорошие новости! «Копейка Рубль Бережет» открылась в Усть-Абакане. Специально для вас. Формат рыбного острова. Большой выбор соленой, копченой и свежемороженной рыбы по выгодным ценам. Ментай – 107 рублей, сельдь – 69 рублей, скумбрия – 149 рублей. А также море других продуктов. От кондитерских изделий до молочной продукции. Свежие отборные товары для вас. В Усть-Абакане на «Спортивной-2» рядом со Сбербанком. «Копейка Рубль Бережет» в формате «Рыбный остров». Абаканский аэропорт в скором времени может получить имя Вяткина, Доможакова, Кадышева или Тихонова. Но это не окончательный список имен. В общественной палате Хакасии прошли первые обсуждения конкурса по присвоению имени воздушной гавани. Предложить свой вариант могут и жители Хакасии. Победителя назовут 27 апреля. Сейчас о погоде на выходные. В ночь на субботу в Абакане похолодает до минус 7 и пройдет снег. Утром на столицу опустится туман. На дорогах гололед и плохая видимость. Днем также снег. 3 градуса ниже нуля и ветер с порывами до 13 метров в секунду. В воскресенье синоптики снег не ждут, но прогнозируют мороз ночью. Днем до минус 6. Это были главные новости Юго-Сибири. Сразу после смотрите итоги недели с Александром Тимофеевым. Оставайтесь в курсе событий с Нотабена. Спасибо, что вы с нами эти 25 лет. Единый центр защиты. Бесплатные консультации юристов. Телефон в Абакане. 31-32-42. В Черногорске. 313-123. 25 лет – это молодость, это уже зрелость, это уже опыт, это колоссальные наработки. Мне хочется пожелать замечательному молодому, яркому и креативному коллективу Нотабены больше свежих, больше креативных новостей, больше освещения ярких событий культурной жизни нашего региона. Потому что нам есть о чем сказать нашему зрителю, нам есть о чем поговорить с нашим зрителем. Будьте всегда успешны. Удачи вам, благодарных зрителей и больше позитивных новостей. С юбилеем, дорогие коллеги. Весна, мы хотим гулять, мы хотим красиво одеваться. В магазинах оденься. Внимание, выход счастливых женщин. Пальто, куртки, парки, ветровки – на любой возраст, на любую фигуру. Оцените, модели до 84-го размера, причем большой выбор. При маленьких ценах. Вот, например, 2000 рублей. Магазины оденься известны не только своими добрыми, честными ценами, но и тем, что они семейные. Приезжайте и одевайтесь все вместе. Сейчас как раз большое поступление женской, мужской и подростковой одежды. И сразу будут скидки. И необходимые покупки станут для вас дешевле. Скидки до 75%. Если дела не ждут и нужно ехать, везет, оберегает. Закажите такси 220-220. С «Финанс Инвест» вы сможете позволить себе все. От подарков внукам до садового декора и рыболовных снастей. Храните сбережения под высокий процент. «Финанс Инвест». «Абакан. Дружба народов 10». Жалюзи, ворота, окна. Заказать теперь удобно. Ведь не надо одеваться и по городу кататься. Зайди дома в интернет. Набери «Стройлайф РФ». Нажимай заказ «Замера». К вам приедут в любое время. Только в Галамарте. Скидка 30% на смесители для ванной и на душевое оборудование. С 10 по 16 марта. Саяногорск. Центральный микрорайон 3А. Город Черногорск. ТЦ «Адмирал». Ура! Мы открылись! «Рум Маркет». Сеть магазинов крепежа и стройматериалов. Опкам и в розницу. Стань постоянным клиентом и получи скидку. «Рум Маркет». «Абакан». Советская 182Ж. Железнодорожная 26. Ждем вас! Наши с вами 25 лет. В эфире программа «Нота Бен». Некосударственный обзор важнейших новостей конца прошлой и первого дня начавшейся недели. Все главные события. Разворачивайся, я не пошел. Все важные моменты жизни. У меня уже голосу нету. Я ж орал, как шаляки. Кто вот эти участки в кредиты брали? Все попали конкретно. Все хорошо. Будем гулять по жизни так вот, как в Абакаде. Мы верим в сборную России. Все добрые дела. После вашей передачи нам столько вот людей помогало. «Нота Бене» вместе с вами. Каждый день. Все 25 лет. Здравствуйте. Это «Итоги». Самое важное за неделю. Сегодня обсудим весенние беды, обвинения в клевете и новый дом отшельницы. Начнем с опасной темы. Как только сходит снег в степи, начинаются палы травы. Одно такое возгорание подобралось к Шира. В эти выходные между Аалом, Малой Спирин и Шира степь полыхала. Фронт был длиной полтора километра. Все, сирену пустили наконец-то. Уже, наверное, полчаса горит поле. Еще чуть-чуть и дома могут загореться. Пожарные и местные жители огонь остановили в сотне метрах от заборов жилых домов, сообщили в МЧС региона. Как пояснил глава Ширинского района Сергей Зайцев, в пятом часу утра местные чиновники ходили по дворам. Рассказывали об опасности. Затем по селу разъезжали автомобили полиции с громкоговорителями. А в 5.30 запустили систему оповещения. Пожар произошел в километре от Шира на пустыре. Его превратили в стихийную свалку. Кто-то выбросил шелуху от кедровых орехов. А затем сверху оказалась неостывшая зола. Ветер раздул угли и по степи пошел пал. Насколько опасна ситуация с пожарами сегодня и ждать ли нам этой весной потопов? Мы две главные беды, наверное, весенних Хакасий. Обсудим с заместителем начальника МЧС Хакасии Романом Стрельниковым, с главой Усть-Абаканского района Еленой Егоровой и заместителем главы Абакана Владимиром Крафтом. Начнем с пожара в Шира. Роман Сергеевич, а как вы в целом оцениваете ситуацию, скажем так, опасность степных палов в этом году? Степь без снега? Степь полномерно освобождается от снега. Этому способствует благоприятная обстановка, связанная с температурным фоном. Днем мы уже наблюдаем положительные температуры. В ночное время хорошо, что имеем отрицательные. Поэтому планомерный сход снега, в особенности в степной зоне, он благоприятно, естественно, влияет на паводку обстановки. Но, с другой стороны, мы все прекрасно знаем, как только у нас ушел снег, возникает опасность возникновения природных пожаров. И стали в обочию свидетелями, когда неосторожное обращение с огнем, где-то безхозяйственность в определенном смысле привело к достаточно большим масштабам разрушившегося пожара. Он был ликвидирован на фронте 6 километров, произошел практически близко уже к населенному пункту. Естественно, существовала угроза перехода его на сам населенный пункт. Это не Шира уже, да? Это другая история. Это вот как раз про Шира мы говорим. У нас фиксировались и в Себаканском районе природные пожары. То есть мы уже планомерно входим в тот пожароопасный сезон, который мы ежегодно наблюдаем. И готовимся планомерно к этой опасности, проводя какие-то превентивные мероприятия, и готовя противопожарную службу, иные формирования органов местного самоправления к действиям по предназначению. Здесь как раз таки сработали практически все службы. Противопожарная служба охраняла населенный пункт, участвовала в тушении природного пожара. Мобилизовано было и население. Администрация муниципального образования принимала активные меры по тушению. Удалось отстоять. Дальше обстановка, естественно, будет только осложняться. А не рано начались в этом году, Павла? Мы фиксировали в отдельные годы и в январе возникновение природных пожаров. 3 января было в 2015 году? Да, в 2015 году первый пожар был 3 января. Но тот год, конечно, был особенно исключительный. Была засушливая все-таки зима, мало осадков. И плюс ко всему весенний период развивался более активно. Стояла сухая погода. Ну и в апреле мы, конечно, уже наблюдали совсем катастрофическую картину с возникновением пожаров. А в этом году получше? В этом году получше. Ну, почва, грунт еще не отошли. В отдельных местах еще наблюдается снег. Но вместе с тем уже опасность имеется. Ну, вот по пожару в Шрам все видели о том, что там действительно все сработали оперативно. Но там, если помните, и судили, там и главу сельсовета, и главу Шира, и все они сроки получили, начальник противопожарной службы. В общем, там люди-то побаиваются. А вот, Елена Владимировна, у вас, как в районе, в малых селах особенно, это проблема большая со системой оповещения. Как это работает вообще на селе? Ну, на селе точно так же работает, как вот и в Шира. Показательный момент. И у нас вот 9 как раз марта, после вот 8 марта в Шира 6 километров по фронту был пал травы. Вот проблемная ситуация, ну, мне кажется, она у нас схожа вместе с Шира в каком формате? То есть у нас идет железная дорога. И вот эта проблема, она есть. Мы каждый раз обращаемся в управление Красноярской железной дороги от того, что действительно, ну, замечают жители о том, что вот искры летят и так далее. И всегда получаем стандартный ответ, что искры гасителей есть. Ну, вот в частности, вот крайний 9 марта, вот в Райково, прошу прощения, в Доможаково, да, и переходило на весеннее. То есть точно так же все в ружье встали. Но в чем еще проблема? У нас в населенных пунктах, вот как у нас по району, в Узбюре находится добровольная пожарная, ой, муниципальная пожарная охрана. Они все на заработной плате. То есть из муниципалитета они финансируются. Естественно, специализированные машины, ЦССР находятся там одна, и люди. Вот. А вот в других населенных пунктах только имеется дежурная пожарная команда, где на зарплате, то есть те люди, которые могут вот встать и побежать даже днем, если такое бывает, это только водители. А остальные, те, кто добровольцы, они, к сожалению, днем, вот проблема в этом есть, они днем на работе. То есть все многие работают, где в Абакане, но очень мало таких. И набрать людей на селе тоже не так много. И даже из самих сельсоветов, получается, работают одни женщины. То есть вот в этом проблема есть. Если бы точно так же в некоторых населенных пунктах, вот в частности у нас вот таких, как вот здесь вот Весенье, Доможакова, Райково, вот у нас там дежурная пожарная команда, были бы муниципальные пожарные охраны, было бы, наверное, очень здорово. Мы бы вот за это ратуем. А что вам для этого нужно? Ну, это все идет из, во-первых, вот там уже есть специализированные машины, то есть с цернами, там даже водовозки есть. Ну, там самое главное, специализированные машины. Они там есть. Ну, я думаю, выходить для того, чтобы нам добавили финансирование на муниципальном уровне, имеется в виду, по дотациям в поселение. Я, насколько помню, МЧС дарило даже технику, церны, вот как раз добровольным пожарным дружинам. Сразу после 2015 года были такие факты. Вы сейчас продолжаете эту практику? Да, мы продолжаем эту практику, причем она у нас системная. В отношении пожарных команд мы, конечно, понимаем, что это не профессиональное аварийно-спасательное формирование пожарное. Техника, которая на ходу, она способна подавать воду, способна тушить пожары, но по нашим требованиям не уже пригодна для работы, к примеру, в городе. Мы ее планомерно передаем на органы местного самоуправления в республике и как раз формируем такие пожарные команды. Как раз вот сейчас с поставкой новой техники федерального противопожарного службы у нас высвобождается 8 единиц. И будем таким же образом решать вопрос по оснащению добровольных пожарных команд в республике. А что касается системы оповещения, Владимир Александрович, в Абакан в частном секторе есть там такая сирена? Я вот в центре-то постоянно слышу, а на окраинах там же тоже огромные территории. Да, у нас есть республиканская автоматизированная система централизованного оповещения. У нас 18 точек, только Абакан. И Абакан уже вот крайние 4 года создает свою муниципальную систему оповещения дополнительно. Вот на текущий момент 4 сегмента созданы. Они у нас расположены на образовательных организациях. Это школа номер 2, 7, 4 и 18. Многие жители в качестве предупреждений о каких-то штормовых проблемах, достаточно часто мы информацию когда получаем из центра управления кризисными ситуациями, мы через эти муниципальные системы оповещения доводим до населения. Хорошая слышимость, там практически 800 метров диаметр. И мы дальше будем развивать. А на селах есть такая практика, когда смсками приходит оповещение, что, ребята, вот у вас пожар, бегите. Такое есть? Я скажу немножко. У нас есть термические точки сейчас, да. То есть есть такая система, она установлена в ЕДДС. Ну, в частности, по своему району скажу. У нас есть такая термическая точка, установленная такая мобильная, в мобильном телефоне. Мы сейчас устанавливаем у всех глав поселений, потому что это в обязательном порядке. Ну, естественно, у заместителей, у начальников ГО и ЧС по району эти, естественно, мобильные приложения такие установлены сейчас. Но я думаю, что оно только начинается, вот мы устанавливаем еще и глав поселений, чтобы это было видно, где горит, и там уже карта установлена. По оповещениям мы точно так же, как вот, наверное, не так, как у Абакана, потому что стационарные у нас есть не везде, но мы приобретаем стационарные. Есть, но в основном передвижные. Это в больших поселениях, да? Да, в больших поселениях, но за счет субсидий, которые идут в том числе из республики и из своего муниципального бюджета, мы ежегодно пополняем. Я предлагаю обсудить, насколько вообще вероятно повторение вот массовых пожаров 15-го года, но для начала давайте вспомним, как это было, у нас есть видео, давайте посмотрим. База горит у нас, у самих, чем я тебя выручу? Мне уже голосу нету, я ж ж орал, как Шаляпин. Нам пришлось как по пламенному туннелю бежать, чтобы хотя бы прорваться в одну сторону улицы, потому что в другую не попадешь, оттуда пламя шло. Оно только касается, и как вот, как пороховая бочка, вот так вот, пых, и все, и дальше, дальше. Я даже сразу не поняла, что я обожглась, вот, почувствовала, что меня как будто бы как откинуло, и я упала на колени. А земля-то вся, воздух горячий, земля прямо вот кипяток. Куда отправлять пострадавших при пожаре? Либо разделять их, везти в Москву и в Красноярск, либо же всех вместе везти куда-то в один город. Владимир Александрович, вот в 2015 году вы в правительстве курировали чрезвычайные ситуации. Напомните, в чем были главные причины пожаров? Ну, во-первых, стечение многих погодных факторов. Вы знаете, что был тогда активный циклон, который занес нам из Средней Азии вот это вот тепло и сушь. Температура местами была до плюс 31 градуса. В апреле никогда такого вообще не было. Сухость была 2-5 процентов, это ниже, чем в пустыне Сахара. И был штормовой ветер до 25 метров, но иногда фиксировали и до 30 с лишним метров в секунду. Поэтому вот в таких вот условиях, там где огонь произойдет, ветер его обязательно принесет и сделает беду. 12 апреля было 57 палов. Вот тот апрель это вообще было какое-то сумасшествие. По 40 с лишним палов за сутки было. Ночами покоя не было. Мне постоянно звонили. Вот они по линии МЧС, а тоже стабильно их федеральная противопожарная служба выезжала, их информировали. Народ просто знаете, как вот взбесился, ведь понимали, что беда будет. Вот апрель, весна в Хакасе всегда, дама капризная. Апрель это самое сложное в этом смысле. И ведь утром, все кто помнит, с утра было тишь да благодать. Замечательная погода. Везде тишина. И когда мне в 12.40 позвонили, первый звонок был, в Целинном горят 12 домов, Трошкино горят 8. Я еще переспрашиваю, вы ничего не перепутали, такого быть не может. Одномоментно говорит, Владимир Александрович, тут такой страшный ветер. В Абакане вообще еще тишина была. Просто было тихо. Вот обстоятельства подобные. Ну, во-первых, остановить огонь в этой ситуации невозможно. В 16-м году подведение итогов было в МЧС России. Я там выступал, вот как раз по нашей ситуации. Я рассказал все, как было, какие виды работ произведены. В конце я сказал такую фразу. Мне еще месяц сказал, что вот так пессимистично. Я сказал, если где-то подобные условия сложатся, никто не сможет остановить этот огонь. Невозможно. Вот специалисты, которые к нам потом приезжали. Ведь степной пал, когда безветренная погода, пал движется примерно со скоростью человека. 5 км в час. Как только, причем температура где-то примерно 700 градусов считается. Как только ветер разрастает, допустим, до 20 метров в секунду, это уже 30 км в час, это уже 8 метров в секунду. И температура возрастает до 1100 градусов. Из-за этого потом иногда возникает вот этот вот смерч горячий, который все в себя втягивает. Остановить невозможно. Я присутствовал на всех этих пожарах. Я в Шира в это время был. Знаете, как дома, просто как спичка загораются. И такое впечатление было, что как факир какой-то вот так вот дует. И все это пламя метров на 20 вверх выбрасывается. И полностью съедает по направлению ветра все просто улицы. Роман Сергеевич, а есть сейчас какой-то долгосрочный прогноз от синоптиков? Можете ли повториться такая же сухая ветреная погода в этом апреле? Вы знаете, Владимир Александрович сказал правильную вещь. Никто не смог спрогнозировать вообще обстановку, которая погодная сложилась на то время. То количество степных палов, которые возникало, это все-таки следствие деятельности человека. Это само осознание человеком возможных последствий таких масштабов. Конечно, принимается ряд превентивных мероприятий, чтобы не допустить возникновения уже таких вот крупных очагов пожаров. А в том числе и с активным привлечением органов местного самоуправления. Мы извлекли определенные уроки. Стали, на мой взгляд, одним из тех субъектов Российской Федерации, которые действительно оценили всю критику, которая возникала со стороны и нашего руководства МЧС России, со стороны населения. И приняли ряд исчерпывающих таких вот мер, мне кажется. Мы создали вместе с органами местного самоуправления ряд таких объединений, организаций, патрульных, патрульно-маневренных групп, которые в текущее время, в том числе уже начиная с сегодняшнего дня, осуществляют патрулирование, то есть превентивные мероприятия. Выявить тот очаг пожара в самом его зачатом состоянии. Как говорится, любой пожар можно потушить стаканом воды и самое главное его вовремя обнаружить. Мы говорим про свалки, которые незаконно лежат, леют. Не только свалки, порой возникают пожары даже где не ожидаешь. Открытая степь, где практически нет человека, но у нас возникают такие степные палы, мы уже привлекаем достаточно серьезные силы. Цель, которую мы ставим сегодня, это сработать на упреждение. Не только защитить населенные пункты, выполнив какие-то организационные, технические мероприятия, опахать их, создать минерализованные полосы. Но и на упреждение работать на выявление. Мы практически ежегодно в эти периоды вводим особый противопожарный режим. Настраиваем все органы государственной власти на проведение и мониторинга, и уже даже надзорных и административных каких-то воздействий. Поэтому это комплекс мероприятий, который в совокупности должен обеспечить, на мой взгляд, не повторить ту ситуацию, которая сложилась в 2015 году. Ирина Владимировна, у сельсоветов есть еще какая-то степень защиты? Насколько я знаю, там получается сейчас обязательно опахивать каждый сельсовет? Населенного опаха. Два раза в год? Желательно. Это делается? Это делается. Но они же смотрят по состоянию. Если опашка осенью, допустим, проведена, к примеру, ну или весной. Обычно проводят весной. Весной провели, осенью ее не проводят. Если она не заросла там и так далее. То есть это в зависимости от того, какое состояние самой этой опашки. Еще на сегодняшний день, по-моему, с прошлого года, с сентября месяца введено постановлением Российской Федерации правило, где обязывают правообладатели земельных участков. И мы сейчас вот совместно с ГОИЧС, МЧС отрабатываем с поселениями и с правообладателями земельных участков, а их много, это и аренда, это и собственность, когда упреждаем, и там в обязанности введено в этих правилах, обязательно очистка с того участка, который вот... Сухостой. Обязательно. Сухостой, загрязнение, мусор. Вот у нас, допустим, у населенных пунктов таких участков 325, по-моему. Большую часть это у Калинина, большую часть это у Сапогова, ну и близлежащая, то есть тут рассвет, зеленая, ну вот в таком формате, потому что где ближний. Вот этих в обязательном порядке уведомляем, мы письменно уведомляем КФХшников, то есть крестьянско-фермерские хозяйства, выезжаем, даже проверяем. У нас запланированы сейчас такие проверки вместе с главами поселения. Начали правообладатели земельных участков просто-напросто обязывать. Ну и есть определенные штрафные санкции. По-моему, 50 тысяч, да, если я не ошибаюсь? Ну, до. Вы 50 тысяч. Прервемся на минуту, через пару минут поговорим о второй весенней опасности Хакасии, о потопах. Внимание! Только раз в году ликвидация. Коллекция верхней одежды прошлых сезонов со скидкой до 70%. И где? В магазине «Зима-лето». Аскийская 105А. Клиника варикоза нет в Абакане. До конца марта прием флеболога и узи вен обеих ног – одна тысяча рублей. Звоните 248-648. В «Пицца-суши 7 лир» можно покупать готовые роллы поштучно. Создай свое уникальное сорти и наслаждайся вкусом. Торговая 5Г. Сломалась старая кухня? Заходим на сайт 19мк.ру. Выбираем все комплектующие. Приезжаем, оплачиваем, собираем. Теперь ваша кухня будет как новая. Мебель-комплект. Кухня – это легко. Обои своей мечты выбирайте в «Авангарде». Революция в мире интерьерного дизайна. Хватит держать себя в рамках геометрии стен. 3D-обои дарят возможность управлять пространством в любом помещении. «Авангард» Пушкина 221. Семейному бюджету нужна поддержка. Иногда не хватает одного маленького шага, чтобы дойти к своей мечте. КПК «Центр сбережений». Займы под материнский капитал. Юридическое сопровождение сделки. Быстро и законно. Выращен с любовью на родной земле. Утром на грядке и вечером на вашем столе. Кранчини, кранчини, кранчини. Увидел, бери в магазине. Новая. Супер-хиты. Супер-напилки. Супер-хиты. Супер-напилки. Новое радио. Новое радио. Премьера сезона. Телевикторина. Легкие деньги. Играйте и выигрывайте реальные деньги. Каждый понедельник. Сразу после Нотабены в 19.30 на ТВ-7. От лица Федерального управления автомобильных дорог Енисей поздравляю Нотабену с юбилеем, с наступающим. Желаю, конечно, профессионального роста и освещения проблем, существующих у нас в Акасии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это итоги обсуждаем весенние опасности региона. Предлагаю перейти ко второй опасности, к потопам. На моей памяти с 10 по 15 год чуть ли не каждую весну у нас кого-нибудь дотопило. Причем не только бедные деревни, Абакану тоже досталось. В 2014 году. Предлагаю вспомнить, как это было. Давайте посмотрим. У нас топят, а по телевизору показывают, как наши рыбачат где-то на Енисея, по-моему, или на Абакане. А у меня в доме уже по колено воды. Красота! А тебе нету спасательного круга? Как тебе? Все в кредитах. Кто вот эти участки в кредиты брали? Кто что, кто как? Все попали конкретно. Своими силами я все попу полностью не делаю. Затопил-то шлюз, затопил вот это вот. Все, в 6 часов. Я проснулся, встав в воду. В 6 часов. В обед мы уже начали отсыпать, да? Да. 12 часов. 12 часов у меня уже в доме было выше колена воды. В доме именно. Ну и что? Отсыпали мы часов, наверное, до 8 вечера, да? 100 тонн вручную и раскидывали. Да. Практически. Да, 100 тонн вручную и раскидывали. А за свой счет подсыпали? Ну, конечно. Да. Так оживем, на втором этаже вот сидим. Собаку воровую нашу в классе тащили. Животные здесь ребенка увезли вчера. Ну, а как? Так оживем. Продукты купили, сидим. Ну, ко мне-то не заехай. У меня узкая калитка. Пол. Вот, все. Все. Поздравляю. Спасибо, Барабарабараб. Ну, все, вы воды. Все. Все, что было нажито, все, по сути. Египсокартон можно выкинуть. Все полностью. Пол. Все. Это все выкидывается теперь. И, по сути, это капиталоважение просто немало сюда будет. Вот, и самое-то обидное. Вчера кто-то сказал, а вы здесь прописаны. Ну, и что, что я не прописан. Я живу здесь. И это моя личная собственность. Я купил, у меня это свидетельство. А собственность и на участок, и на домик, и на дачный. Во-первых, компания, которая делала инженерное, она, по сути, допустила какой-то косяк в работе. Они не косяк допустили, они сам шлюз не подставили. Либо какой-то брак. Сказано было. Соответственно, вот этот брак теперь сказался на нас. Теперь, по сути, эта компания должна ответить за свою ошибку. Было маленько по-другому. Они сделали дамбу, как я понял, со слов Петровича. Установили шлюз. Петровича. Отчитались. Отчитались. Петровича отчитались. И Петрович потом только узнал, что они сняли этот шлюз. После того, как он принял. Вот, мои дрова. Я не понял. Домой. Владимир Александрович, а есть риск, что вот при большой воде орбиты опять поплывут? Тогда же была какая-то особенная ситуация с этой шиберной заслонкой. Но, тем не менее, рассчитывались? Ну, если проблем с этой заслонкой, как мы говорим, не будет, то подобных проблем не должно быть. Вы же знаете, что у нас... Ну, во-первых, самый высокий уровень воды в 2014 году был. 31 мая, а не 1 июня, как здесь указано, 648 над уровнем моря, над реки Абакан. Это на 9 сантиметров выше, чем в 1969 году было при катастрофическом затоплении. Вообще, все это началось в Абазе 27 мая, когда я вынужден был сразу туда уехать. Андрей Александрович Фирсов там был, тогда начальник главка был. В Абакане эта вся вода начала прибывать 28 числа. 28 числа было 135 сантиметров, потом через сутки плюс 2 метра, плюс еще 2 метра. Я вам сказал, 648. То есть без 13 сантиметров 5 метров. Вот за эти 5 суток, можете себе представить, поднялось. Это разлилось по всем поймам, подошло вплотную к дамбам. И у дамбы еще запас там был практически больше метра. Я 1 июня вернулся сюда, день защиты детей был. И вот как раз практически вода уже понемножку начала спадать. Где-то 551 сантиметра было уже после обеда. И, кстати, в 1969 году тоже, 30 мая это все было. Это вот после полуночи как раз все это началось. Но там, правда, со стороны реки Ташибы все это пошло. Весь город Абакан, он сейчас обнесен дамбами. Это называется «Спасибо, низкий поклон нашим предкам». Вот у нас южная дамба, почти 14 километров, идет до моста через реку Енисей. Дальше у нас идет восточная дамба, там 5 с небольшим километров. И 6 с небольшим, и северная дамба. То есть практически 24 километра. Там у нас еще есть со стороны Енисея Енисейская дамба, Абаканская. Еще закрытый участок, там 7 километров. То есть Абакан, по сути дела, обнесен полностью водоотводными дамбами. Дачи тоже были обнесены, но это не помешало. Значит, вот относительно орбитовских дач. Вы знаете, что там как раз дача дамба не была доведена до конца. Там крайние два дома, это на выезд село Белый Яр, которые были разрушены. Вот затем ее продолжили. Там не до конца она была. Это вот со стороны Абакана, через мост отряд и выезд на Белый Яр. И вот только на выезде, где у нас знак въезд стоит город Абакан, надпись, по правой стороне, если вы обратили внимание, после 2014 года эту дамбу всю продолжили. И тоже одномоментно никто не думал, что вот такой вот уровень воды за четверо суток без 13 сантиметров 5 метров. Ну, мы говорим об исключительном случае и вряд ли он повторится сейчас. Никто не может предугадать, что может произойти. Ну, у нас же есть снегозапасы, вот пробовали уже, считали. Здесь есть специфика определенная. Вот как раз это 27 мая, немножко раньше, населенный пункт Кубайка бил в тревогу о том, что у них произошел резкий подъем уровня воды, произошел небольшой размыв дороги, и вода пошла, минуя населенный пункт. Там фактически тоже было подтопление. От этой даты мы начинали уже отслеживать. Ну, и специфика того снегодождевого палка, она формировалась как раз в верховье Абакана, на водоразделы реки Абакан и к нашим соседям в республику Алтай. Произошло в течение двух суток обильное выпадение осадков. Опять-таки, ну, это природа спрогнозировать такое практически невозможно. И вот этот вот снегодождевой поводок сформировался как у нас в республике Хакаси, так и на ту сторону ушел в республику Алтай, в Алтайский край. Мы обменивались мнениями с соседями. Конечно, это были такие пиковые значения, которые они наблюдали просто десятилетиями. Вот в 1969 год, которое было наводнение в Абакане, повторная ситуация, соответственно, в 2014 году. Можно говорить, что такое раз в 50 лет происходит? Нет, раз в 100 лет. Вполне возможно. И так спрогнозировать это очень достаточно сложно. А в этом году будет такое или не будет? Однако, вот я хотел бы обратить внимание, мы уже начали говорить о гидротехнических сооружениях, о защитных дамбах. Нужно внимательно посмотреть на нашу реку Абакан. Очень большой объем работ десятилетия назад и продолжается сегодня, проделан по защите населенных пунктов. Да, стоит сегодня вопрос одного углубления, но каждый населенный пункт на течение реки Абакан у нас защищен гидротехническими сооружениями. Мало того, они не брошены. Они специализированным учреждением республики Хакасия взяты на баланс и ежегодно, полномерно ремонтируются, поднимается уровень этих дамб. Вот как раз 2014 год, он показал правильный путь, которым мы шли все эти годы. Нельзя, конечно, так показывать пальцами на соседях, но в сравнении с той же самым республикой Алтай или Алтайским краем, там было прямое воздействие реки на населенные пункты, там смывало просто-напросто дома, а характеристика подтопления в республике была немножко иной. Наносные слои грунта, который наносил столетиями Абакан, они очень водопроницаемые. Гидротехнические сооружения напрямую защищают от воздействия поводковых вод, однако проступают очень активно грунтовые воды. 22 населенных пункта, мы тогда фиксировали, 413 домов, включая и дачное общество «Орбита», было у нас подтоплено, но они не были подтоплены прямым воздействием. Они были подтоплены все грунтовыми водами. Ну и тут можно только угадывать, что бы было, если бы мы не завершили эти работы. В этом году окончательных данных по снегозапасам мы еще не проводили, они еще подлежат оценке. Март – это все-таки в верховье реки Абакан период снегонакопления, сейчас делать какие-то прогнозы рановато, но по февральским данным, по стационарным постам, запас снега и воды в снеге составляет от 100 до 130%. Ну, это для нашей республики нормально, думаю, что таких пиковых значений в этом году не будет. Ну и вот погода для вот этих процессов сейчас самая замечательная. Днем плюс, ночью минус, поэтому постепенность. Но тем не менее правительство сегодня буквально уже предупредило о том, что возможно подтопление низин как раз талыми водами. Это более актуально, наверное, все-таки для сел. Есть у вас какие-то специальные мероприятия по защите? Вот именно от талых вод. Ну вот от талых вод у нас пострадали большую часть, вот тоже, по-моему, 17-18 год. 18-й, по-моему, если мне не изменяет память. У Стебакан у нас вот как раз вот когда сходят, и талые воды шли... С полей. С полей, так там еще и горка. Сейчас уже муниципалитет занимается этим конкретно поселок, то есть отсыпает полностью домовладение, но здесь нужно подключать еще у нас совместно, вот мы, допустим, написали вот уже сейчас письмо в Минтрансреспублике Хакаси, потому что это как раз часть трассы, это принадлежит, обслуживает его республика. То есть если бы там вдоль трассы еще раз будут проведены какие-то определенные каналы, то я думаю, что не так это будет. Оно просто в реку будет уходить и так далее. То есть, естественно, готовимся именно вот по талым вот этим вот водам. Правильно понимаешь, что вы, в принципе, уже знаете, где бежит и... Ну, это Елена Владимировна правильно сказала, это 18-й год был. Да. С 25-го на 26-е Кемерово зимняя вишня сгорела, и 26-го числа выпал снег, 4 нормы, и температура была больше 20 градусов. Вот это вот моментальное таяние. Я как раз к вам приезжал в том числе. Да, мы там, главное было уловить с полей и дать направление этой воде. А потом еще 31-го, 4 нормы выпало следом же. То есть, вот ходы, где вода шла, вот этими моментами, они как бы нам обозначены. В этом смысле легче всегда работать. Ты же ориентируешься. Ну, об этом речь главный, это вопрос, может ли это повториться. Вот о чем речь. Тут нужно исходить из того, что это может всегда повториться. И, исходя из этого, уже планировать свою работу. С точки зрения минимизации, подготовки, в том числе и техники соответствующей, людей расставить, это может произойти. А Бакан готовится? Усть-Абакан готовится? А в целом по Хакасии как? И республика готовится. Сейчас по поручению Совета безопасности вся Российская Федерация, во всей Российской Федерации осуществляется проверка субъектов на предмет готовности к листопожарному периоду, к опасному периоду. В том числе и в республике Хакасия с поражением главы республики создана рабочая группа, которая в муниципальном образовании приезжает, смотрит, сверяет, скажем так, позиции. С какими силами, с какими ресурсами мы подходим и к пожароопасному периоду, и к повадкоопасному периоду. Нам самое главное определить узкие места, как мы говорим, определить максимально возможный и самый опасный сценарий развития обстановки и быть к этому именно готовы. Поэтому комплексная работа сейчас будет в том числе и проведена на уровне республики Доложиной, будет обсуждение на уровне комиссии ПЧС. Естественно, мы ориентируемся в первую очередь на муниципальное образование. Основные силы, все-таки, как бы ни говорили, это не МЧС, это не противопожарная служба, это как раз местные власти, которые за каждым клочком земли очень внимательно смотрят, за каждым жилым домом очень внимательно наблюдают, чтобы не подтопить, или, не дай бог, сжечь. Предлагаю на этом остановиться. Возможный потоп, пожары, как их не допустить? Мы сегодня обсуждали с заместителем начальника МЧС Хакасии Романом Стрельниковым, главой Усть-Абаканского района Еленой Егоровой и заместителем главы Абакана Владимиром Крафтом. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. Спасибо. Перед тем, как перейти к другим темам, маленькая ремарка. Все, что делает Хакасия, чтобы не сгореть или не утонуть, основано на собственном опыте. То, что случалось ранее, власти обдумали и подстраховались. Но проблема в том, что каждая следующая беда происходит при других обстоятельствах, потому что к ним не готовились, но не знали, что так вообще бывает. Так что надеяться лучше всего на себя и страховаться заранее. А теперь о политике. Коммунисты Хакасии вновь ссорятся с журналистами и общественниками из-за Валентины Коновалова. Депутаты Хакасского парламента от КПРФ во второй раз написали заявление в полицию. Просят следователей проверить на клевету статьи в интернете и телеграмме о лесной мафии в правительстве. Партия так защищает своего лидера, Валентина Коновалова. Мы просим, всего лишь просим провести проверку правоохранителей, то есть чтобы они с использованием своих знаний, опыта и законов приняли соответствующее решение. Либо виновные, либо нет. В списке оказались лидер ОНФ Хакасии Евгений Мамаев, журналисты Михаил Афанасьев и Александр Мяхар, а также с десяток общественников и блогеров. Коммунисты просят оппозицию ответить за слова о преступной группе в правительстве. По мнению КПРФ, лесную мафию раскрыл сам Серый дом. Это вот просто та верхушка айсберга, глубинную часть которого вскрыла именно правительство Коновалова. И поэтому говорить о том, что в правительстве Коновалова действует ОПГ, это, во-первых, просто неправомерно и незаконно, во-вторых, это не отражает действительность. Я таких заявлений не делал, тем более, что речь идет о заведомо ложных заявлениях, то есть они обвиняют в клевете. Евгений Мамаев выступил с ответным словом. Он уверен, новое заявление в полицию это давление Компартии на общественность. Ответ на то, что неприятные Валентину Коновалову темы получают огласку. Ведь на взятки в 4 миллиона попался все-таки работник подведомственного правительства учреждения Лесахакасии. Это не первое такое обращение, то есть в том числе по статье «Экстремизм». Если в отношении первого заявления то есть могли быть какие-то сомнения о том, что, ну, может быть, добросовестно заблуждаются, не понимают. Новое заявление КПРФ силовикам почти как под копирку соседней кляузы на журналистов. Тогда коммунистам не понравилось, что общественники, блогеры и журналисты рассказали о реальной ситуации в регионе с коронавирусом, что не было мест в больницах, не было лекарств. Ну я домой убедать, не повезу! 90 лет человеку! Человек войну пережил! Вы что творите? Защиту медиков КПРФ тогда посчитало экстремизмом. В нем обвинили практически тех же самых людей, что и сегодня. Для нового заявления повод другой. Скандал со взятками в правительстве, о котором рассказали в СМИ. Реакция зрителей на работу в правительство и новые жалобы, что оппозиция не дает работать, вполне ожидаемо. Опять 25. Постоянно им кто-то работать мешает. Реально, займитесь уже проблемами региона, а не по судам бегайте. Ой, затравили бедолаг. И деньги людям выплатить тоже оппозиция не дает. Работать надо, а не в полицию бегать. Практически все нацпроекты провалены. Зарплаты до небес, работы ноль, а не в полицию. Проверка нового заявления от КПРФ займет около 30 дней. По осеннему обвинению Следственный комитет экстремистов среди общественников, журналистов и блогеров не нашел. Приготовить блины в Хакайсе в этом году стало дороже, чем в прошлом. И это не похоже на инфляцию. Слишком сильный рост цен. Сахар на 57%. Масло подсолнечное на 38%. Мука пшеничная на 20%. Яйца куриные на 19%. Это данные Красноярск-стата. Но Табена выяснила, а где в Абакане поесть блины выгодно и где вкусно. Мастер-класс по приготовлению блинов показали повара в кофейне парка в северном районе города. Сковородки здесь не в ходу. Жарят на профессиональной блинице за считанные секунды. Ну что ж, пора дегустировать. На выбор у нас три блина. Один традиционный, второй с маслом и третий самый изысканный с шоколадно-карамельным топпингом. Пробуем. Я остальные еще не пробовал, но это абсолютно мой фаворит. Самый изысканный блин, самый вкусный. Оператор Григорий Сараев голосует за хрестоматийный блин без масла. Традиционный, самый вкусный. За один большой блин с любой начинкой цена в среднем 100 рублей. Вариант с кафе заманчивый, но не для всех. Большинство блины печет сами. Мочаться в мучным в этом году дороже. Поставщики увеличили цены. Блинная корзина такова. Килограмм муки в крупном супермаркете стоит в среднем 30 рублей. Для семейной трапезы нужно молоко плюс 60 рублей. Дальше вооружаемся яйцами. Десяток отборных 85 рублей. Катать блин по сковороде будем с маслом. Стоит оно в среднем 120 рублей. Итого масленичный ужин обойдется 325 рублей. Мои блины самые вкусные. Мне зять подарил электросковороду. Так вот, я ее еще не опробовала. Буду пробовать, чтобы у крятницы встречать зятя с блинами. Домашние. Какие больше всего любят? Ну, с творогом. Да, фаршированные с творогом. Я уже их напекла на три дня. Да вы что? Да. Какие блины? Просто блины или фаршированные? С творогом. С творогом любите? С вишней. С ливером. Домашние. Особенно мясные. С икрой. С икрой? С икрой. Можно со сметаной. Для таких кулинарных неумех, как я, тоже есть решение. Блины готовить я не умею, а вот есть очень люблю. Поэтому мой выбор вот такие замороженные и с разной начинкой. Останется только подогреть, желательно со сметаной и праздновать масленицу. Итого, самый дорогой вариант испечь самому. Но блинов получается много. Финансово выгодно заморозка. За 6 штук и с начинкой 120 рублей. Но это полуфабрикат. Самый вкусный блин из кафе. Выбор начинки большой и готовить не надо. Артем Паснов, Григорий Сараев, Нотабена. Как праздник, так рост цен на продукты. Причем на спросовые. Вы заметили? Официальное объяснение, конечно, есть. РУСПРОДСОЮЗ говорит, что сахар вырос в цене в полтора раза, потому что не уродилась свекла сахарная. Ну, вот так. Масложировой союз скачок стоимости масла на треть объяснил неурожаем подсолнечника в России и Украине. Увеличение цены на яйца производители объясняют сбоем в производственной цепочке и прогнозируют, что цены на куриные яйца упадут в третьем квартале. Ну, правильно, Пасха к тому времени уже пройдет. Самая знаменитая отшельница страны Агафья Лыкова въехала в новый дом. Жилье поставили строители на деньги бизнесмена Олега Дерипаска. И по всем канонам жилье осветили представители старообрядческой церкви. Сам патриарх Корнилий прилетал. Ну, ведь хозяйка старовер. Два с лишним часа из Абакана на вертолете летела делегация к дому Агафьи. Новый дом для отшельницы Агафьи Лыковой освящает предстоятель русской православной старообрядческой церкви митрополит московский Евсея Руси Корнилий. Гость из Москвы вместе со своей свитой прилетел по просьбе самой отшельницы. Они, кстати, были и сами рады побывать в гостях у Агафьи. Вот она такой живой, живой для нас пример, живая книга, вот как нужно спасать свою душу. О визите высокодуховных гостей отшельница попросила промышленника Олега Дерипаска. К нему же Агафьи обратилась построить новый дом. Старая избушка уже заваливается. Жить в ней опасно. Для Агафьи и для нас очень радостно, что это осуществилось довольно-таки быстро. Вот сказали, за, можно сказать, зимний период небольшой, хотя как трудно это было сюда доставлять, но с Божьей помощью это сделано. Дом для отшельницы собирали в Абакане, потом все конструкции пронумеровали, разобрали и отправили на базу отдыха на реке Ада. А оттуда уже на лодках детали дома везли 250 километров. 18 рейсов понадобилось строителям, чтобы все доставить. Строить жилье начали еще до Нового года и вот теперь новый дом освещен старообрядцами. Как тебе хорошо видно из окна, смотри, красота какая. Священнослужители подарили Агафьи икону взамен той, что пропало. Ее утащил кто-то из гостей в качестве сувенира. Впрочем, не только духовной пищей привезли гости отшельницы, но и продукты. Кстати, Олег Дерипаска уже не раз снабжал ее провизией, бельем и посудой, но и отправил на заимку помощника, чтобы Агафьи было легче перезимовать. Артем Михалков, Наталья Курцева, Нота Бене. Порадовали на этой неделе сельчане из Табата. Они организовали пейнтбольные соревнования. Оказывается, там есть клуб стрелков. И на приглашение сразиться сразу ответили ведущие команды Хакасии. Интересно же, кто это в глубинке бегает с маркерами. В общем, приехали и Табата удивили. Первые секунды боя самые шумные. Работают 10 маркеров, так называются пейнтбольные ружья. Что-то кричат друг другу 10 игроков. На площадке опытный клуб из Черногорска и новички из Бейского района. Организовали состязания пейнтболисты из села Табат. Пострелять в теплую субботу приехали команды за сотню километров. А это что, далеко, что ли? Мы ездили и в Иркутск, и везде ездим. Это нормально собраться. Это вообще классно. Это просто супер. Они молодцы, что организовывают ребята вот здесь вот такие. Мы будем рады всегда приезжать, если будут звать. Большинство из приглашенных команд — это местные ребята. Собрались они перед состязаниями. Опыт есть у пейнтболистов из Табата. У них и клуб организован, пересвет, и лидер есть Иван Бирюков. А за две недели до состязаний появилось место для баталий. Площадку табацкий клуб создал на основе в заброшенной ферме. Здесь уже давно ничего нет, но обстановка такая аутентичная, создает ощущение городского боя. Что тут было? Коровник, кошара или склад под зерно сейчас уже не понять. Развалины подошли для пейнтболистов. Зрители могут стоять в окнах с натянутой сеткой, плюс шарики с краской далеко не разлетаются из-за стен. Все это табацкое ноу-хау. И пейнтбол они придумали свой. Не спортивный или тактический, как у всех, а стратегический. поле другое. Здесь нужно думать не только как спортивный игрок, а нужно думать стратегию придумывать какую-то свою, то, что команду направлять, то, что здесь не такие фигуры, как в спорте. Новичку сложно понять, что кричат друг другу игроки. Номерами они называют позиции соперников, там, где не спрятались. Как выбить врагов и при этом самому не пострадать, это и есть та самая тактика. Умышленно или нет, но за счет поля фермы табаццы уравняли шансы новичков и опытных спортсменов. За счет площадки, за то, что она достаточно узкая, обойти соперника сложно, приблизиться к нему сложно, поэтому примерно в равных условиях находятся более опытные и совсем новички. До спортивного пинтбола пока далеко, но в любом случае ребята на пути к нему, раз они взяли уже маркеры, у них появилась тактическая площадка, значит, наверное, когда-то они придут и к спортивному пинтболу. Это очень-очень здорово. Пока табацкие пинтболисты судили соревнования и сами играли, президент их клуба готовила плов. На всех. Идешь мимо, держи чашку и ложку. Как без мяса, как без сил. Мясо свое табацкое? Абсолютно свое, домовыращенное. Светлана Шутова рассказала, что в шоке от того, как много приехало команд на первые в истории табата состязания стрелков. Победила команда из Черногорска, что было ожидаемо, а местный клуб завоевал четвертое место, что для первого раза тоже хорошо. Александр Тимофеев, Василий Самоделкин, Нотабена. Перед тем, как попрощаться, о главной новости этой недели. Сообщение о новом доме Агафьи Лыковой от Олега Дерипаска посмотрели 54 198 раз. Это заявка на новость года. На этом все. Увидимся через неделю.